Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже испанского производителя фирмы Valencia серия называется Velosa. Здесь в 100 граммах 460 метров. Данную пряжу я приобрела в интернет-магазине Кудесница. Ссылочку на Кудесницу я оставлю ниже под этим видео, а сейчас более подробнее поговорим о пряже и изделии, которые можно связать из нее. Уже исходя из метража, который входит в данный моточек, можно предположить, что пряжа является очень экономной в расходе. То есть из двух-трех моточков получится изделие уже на взрослого человека. Пряжа мне очень понравилась в работе благодаря ее составу. В состав входит 11% кролика, 51% шерсти и 38% акрила. То есть уже глядя на состав, можно понять, что пряжа очень мягкая, нежная, слегка имеет при скрутке такой вот ворсистый здесь вид, если можно посмотреть вот так вот. И что мне понравилось на протяжении всего вязания, скруточка равномерная. То есть скрутка, как вы видите, достаточно пышная, но от начала до конца моточка. Мне понравилось то, что не имеет изъянов, то есть нет никаких либо расширений, комков, наоборот сужений, то есть пряжа на протяжении всего моточка равномерной скрутки. Сегодня я вам хочу показать два вида связанных изделий. Это вот такой небольшой образец, связанный в одну ниточку. И на примере шапочки это связанный образец в две ниточки. Я начинала вязать шапочку лицевой гладью, затем переходила на жгуты. И именно хочу показать вам, как выглядят жгуты после тепловой обработки. Я уже шапочку постирала, высушила. И что хочу сказать, до того, как, скажем, я стирала шапочку, очень было рельефное такое у меня вязание. После стирочки жгуты немножечко стали тоньше и подровнялись. И шапочка по всей окружности стала единым красивым целым узором. То есть не просто это жгуты, а такие вот рельефные косы получились. Мне это очень сильно понравилось. И пряжа имеет свойство раскрываться. То есть до стирочки она такая вот ворсистая, но плотного кручения. Вот более после стирочки она такая вот становится более, скажем, красивая. То, что петельки в двойную ниточку ложатся, в принципе, равномерно, это можно заметить, скажем, на изделии и в целом. Но после стирки стало такое вот изделие, как бы, я даже не могу это сказать на словах. Ну, в общем, по тактильным ощущениям оно, что до стирочки, что после стирочки, очень мягкая, нежная пряжа в целом. Но вот как-то после стирки становится как вот единым целым. То есть не просто это рыхлое какое-то вязание, либо же какое-то узорчатое рельефное вязание. А вот именно как единое изделие. Точно так же хочу сказать и при вязании спицами в одну ниточку. То есть изделие приобретает такие вот красивые, скажем, более ровные, хорошие петельки. Именно после стирки. Вот сейчас я вам покажу образец, который я постирала один раз. Если стирать два раза, то вообще получается очень хорошо. Своего рода я могу данную пряжу немножечко сравнить с кашемиром. Почему с кашемиром? Именно потому, что именно после стирки пряжа имеет свойство раскрываться. И вот, знаете, как более становиться такой вот слегка ворсистой и равномерной по всей поверхности. Сегодня я вам покажу в образце три вида. Это лицевая гладь, на которой основаны практически многие, скажем, узоры, которые используются при вязании шалей, палантинов. Это какой-то самый-самый обычный рельефный узорчик. Здесь я взяла двойную жемчужную вязку, которую чаще всего используют при вязании тонких изделий. Она имеет такой вот красивый объемный вид. Как же после тепловой обработки выглядит резиночка? Была приятно удивлена то, что резиночка не потянулась после тепловой обработки. Петелечки немножечко стали на свои места, но если постирать еще раз, то я думаю, что отлично все будет и ровнее смотреться. В целом образец после тепловой обработки у меня немножечко потянулся в ширину, но не изменился в длину. То есть в длину он точно так же остался по сантиметрам, а несмотря на то, что он небольшой такой вот образец, в ширину он потянулся где-то на пол сантиметра. Вот. Что хочу сказать насчет данной пряжи. Очень отлично она подойдет для вязания различных бактусов, палантинов, шалей. Вот. И, конечно же, отлично подойдет для вязания каких-то различных свитерочков. Вот. Получаются тоненькие свитерки, но в итоге теплые, красивые. Вот. Сейчас очень популярная тематика это оверсайз. Конечно же, отлично подойдет и на оверсайз. Вот. Я имею в планах также связать палантин либо какую-то шаль красивую из данной пряжи. И в отличие от пряжи с составом ахера либо ангоры, эта пряжа еще мягче, еще более нежнее. Вот. И здесь цветовая гамма мне очень сильно нравится. Вот. Кто что вязал из данной пряжи, обязательно напишите в комментариях с удовольствием. Послушаем, посмотрим. Делитесь данным видео с друзьями. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока.